Девочки 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 Знаете, как в нашем русском фольклоре? Рыбак рыбака видит издалека. А почему? Да потому что есть схожий жизненный опыт, который сближает людей и помогает им лучше и глубже понять друг друга. Девочки Поразмышлять об этом я предлагаю вам вместе со мной, отталкиваясь от текста из Ветхого Завета. Это первая книга царств, 30 глава, самого первого стиха. Первая книга царств, 30 глава, я прочитаю с первого стиха по стих восьмой. История жизни Давида В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелак, а малекитяне напались юга на Секелак и взяли Секелак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу. И вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль. И плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израилетянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелетянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, «Принеси мне Ефот». И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их?» И сказано ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». Период жизни Давида, описанный в этом тексте, наверное, является самым трудным, драматичным и сложным во всей его жизни. Мало того, что он стал изгнанником на чужой земле, он вынужден был поселиться на чужбине, своего рода эмигрант, покинувшую родину по политическим мотивам. Он подвергался самым беспощадным репрессиям со стороны политического лидера в израильском народе тех времен. А ведь он уже успел вкусить славу и немножко власти. Он уже стал фаворитом царя. Он сидел по правую руку от Саула за его обеденным столом. Он вводил и выводил царские войска. Это он снял голову с того поединчика Голиафа. Это его имя было воспето в песнях израильских девиц. И теперь, вдалеке от отца, родных братьев, изгнанник, которого ловили, преследовали на чужой земле. И обратите внимание, как парадоксально сложилась его судьба. Когда-то он прославился, противостав большому и гордому Голиафу. Теперь он служит господину этого Голиафа, филистимскому предводителю и князю Анхусу. Он стал частью его войска. Правда, остальные князья, проявив недоверие в отношении Давида, настаивали на его исключении из войска. Если бы этого не случилось, возможно, Давид выступил бы в битве против собственного народа. Я думаю, вера Давида дрогнула. Его система ценностей дала трещину. Его жизнь трещала по швам. Он терял все, что имел. Наверное, сомнение отерзало его душу. И вот он нашел с ними местечко. Такое, на окраине, на обочине жизни. Знаете, спрятался. Так вот, между небом и землей, между Израилем и филистимскими территориями. Сикелак, небольшое поселение, промышлял грабежом, опустился. Кстати, Священное Писание утверждает, что никого не оставлял в живых, чтобы не донесли Анхусу о его проделках. Только евреев не трогал, грабил. Чего хотел Давид в этот период своей биографии? Думаю, предполагаю, что больших великих целей у него уже не было. Наверное, хотел просто пожить, как все, спокойно. Родить детей, воспитать их, насладиться обществом любимой женщины. Он сформировал общество такого криминального типа, древнее ОПГ. Все лихие люди примкнули, и деяния были весьма кровожадные. Так они обеспечивали себя, вылазка за вылазкой. И вот мы читаем, что случилось дальше. Напали амалекитяне. Давид со своей компанией возвращается после очередного похода, наверное, уставшие, возможно, пролившие кровь мужчины спешат домой. Они знают, что их ждет дома. Дома уникальная, совершенно неповторимая атмосфера родного, близкого, домашнего очага. Мужчины, которые периодически посещают командировки или уезжают в длительные миссионерские поездки, понимают, о чем я говорю. Домой возвращаться приятно, особенно, когда дома ждут. Я знаю, что ждет меня примерно, когда я возвращаюсь домой. Конечно же, дрожащая супруга готовит дом, чтобы было чисто, уютно. Борщ, как я люблю, с правильно нарезанным салом. Все, как мне нравится, потому что меня ждут. Детишки тоже встречают. Ну, старшие уже так издалека, знаете, привет. А младшие, они там еще какие-то открытки делают, готовят что-то, лепят, чтобы папу встретить торжественно. И вот заходишь в подъезд, открываешь дверь, в квартире родной запах, родные стены. Напряжение исчезает, душа волнуется, трепещет, внутренний мир успокаивается, потому что ты дома. Хорошо, когда есть настоящий дом у человека. Давид и его сотоварищи пытались построить этот дом. И вот они, приближаясь к Секелагу, огибают очередную березку, условно выражаясь. И за следующим поворотом знают, предстанет прекрасное зрелище, вид свысока на тот самый Секелаг. Они знают, что их носу почувствуют запах жареной баранины. Женщины готовятся. Подадут немножко ближе и повеят парфюмам любимых жен. В атаке детишек выбежат навстречу встречать своих родителей. Они знают, что так должно быть. Но то, что они увидели, разительно отличалось от ожидаемого. Мертвецкая тишина и пепелище. Город в руинах. Сожженный Секелаг. А близких нет. Или погибли, или угнаны в плен. Но их нет. Реакция мужчин, описанная в этом тексте, вполне резонная. Это и паника, и истерика. Они рвали на себе одежды, они собирали пальцами пыль. Они грызли землю. Потому что их жизнь оборвалась. И самое страшное, это полное отсутствие перспективы, чувство обреченности. Где искать близких? Куда они исчезли? Неизвестно. Скорбел и Давид. И каждая в сыновьях и дочерях своих. Вдобавок к этому, люди обвинили его во всех своих несчастьях. Конечно же, как руководитель, он нес окончательную ответственность за все произошедшее. И те, которые недавно защищали его ценой собственной жизни. Которые готовы были объединиться ради любого риска вокруг своего вождя. Теперь они занесли руку над ним, чтобы совершить скорую расправу. Что происходило в душе Давида в эти минуты? Какие чувства испытывал этот сильный и смелый мужчина? Какие взоры будущего рисовало его воображение? Какую бурю смятения и ужаса переживал молодой еще мужчина? Наверное, один голос говорил ему внутри. Давид, это все, чего ты добился. Ты не состоялся. Это конец, Давид. Родины нет. Отчий дом далеко. Там, в родных краях, ты изгнанник. Чужой враг. Где твоя семья угнана в неизвестном направлении? Что ты собрал, дом построил, дерево посадил, ни то, ни другое. Средства, имущества, где все, ничего нет. Это полный крах, провал. Давид, ты неудачник, лузер. Ты ноль, ты пустое место. Все, Давид, это конец, это тупик. Ты уперся в стену, железо бетонное. Дальше двигаться некуда. Ты упал не только ниже плинтуса, ниже уровня городской канализации. Не встанешь, не поднимешься никогда. Все. Нет надежды. Были у тебя тут странные все, вот с криминальным прошлым, с таким испорченным резюме, с ужасной кредитной историей товарищи были. И их нет. И они готовы уничтожить тебя. Все, это шаг и мат. Твоя партия проиграна. Это конец, Давид. Сдавайся. Опусти руки, ты обречен. Но, по всей видимости, другой голос звучал иначе. Соберись. По-человечески у тебя, Давид, нет никаких возможностей. Действительно, жизнь не удалась, не сложилось. Все. Это полный крах. Это ужасный финал твоей личной истории. Но помни, у тебя есть упование на Всевышнего. С ним даже слабый обретает надежду. Он помогает ни мечом, ни воинством, но духом своим. И Библия говорит, что Давид укрепился надеждою на Господа. В эти минуты, когда он собирал всю свою волю в кулак, когда он искал внутри опору для того, чтобы оттолкнуться и сделать новый прыжок в будущее, когда он размежал, опухшие от слез веки и поднимал от пыльной земли свои колени, когда он готовился взыскать живого и вечного Бога, в эти минуты, когда никто на земле не оказался способным помочь ему, подставить плечо, поддержать и вдохновить, рядом с ним появляется единственный человек, который содействует Давиду. Это человек с Ефоном. Священнический сын. Авиафар. Читая однажды этот текст, я подумал, а что отличает Авиафара от всех остальных? Почему в то время, когда свита Давида оплакивала свои потери, когда они лежали во прахе, будучи поверженные в истерику, почему этот мужчина нашел в себе силы, обрел самообладание и, взяв Ефот, молился вместе с Давидом? Обладает ли Авиафар какими-то исключительными личностными качествами? Или определенный жизненный опыт стал ресурсом, опираясь на который он смог выполнить свою великую миссию и поддержать Давида в поворотный, роковой для него момент? Ведь, по большому счету, от выбора, который совершал Давид, от его внутренней борьбы, и в точке этой внутренней борьбы же сошлась вся история Израиля. И от выбора, который он делал, от этого внутреннего, экзистенциального выбора, зависела не только судьба будущего Израиля, но и судьба всего плана спасения, потому что через жизнь Давида прошла родословная Сына Божьего, Иисуса Христа. Как много было поставлено на карту в тот момент. Что же исключительного в человеке с Ефотом Авиафари, который смог оказать духовную и моральную помощь Давиду? В поисках ответа на эти вопросы я стал листать страницы священного писания и обнаружил, что книга царств описывает, как Авиафар появился в судьбе Давида. Это было давно, в Номве. Это был священнический город, в который однажды пришел Давид, руководитель всего священнического рода. Первый священник Ахимилех оказал Давиду помощь. Он дал ему хлеб со стола предложения, выдал меч, которым когда-то Давид рассек Голиафа. Об этом узнал Саул. Он был одержим, находился во власти паранойи. Он считал, что причина и главный виновник всех неудач в его жизни – это Давид, юный, гениальный, искрометный, одаренный Богом полководец. Он преследовал Давида, и узнав, что Ахимилех и священники оказали ему поддержку, вынес суровый вердикт – Ахимилех, ты должен умереть. Он отдал приказ уничтожить этот город, причем помощники, опричники Саула не достали мечей из своих ножен, ослушавшись господина, по всей вероятности, понимая абсурдность и жестокость этого приказа. Но там был доик и думеянин, воин не иудейского происхождения, и в ту роковую ночь он исполнил приказ Саула. И Номва была утоплена в крови. Библия говорит, что 80 мужчин, носивших Нино и Ефот, погибли в тот день. Пред нами предстает уже не тот Саул, который ранее прятался в обозе, стыдливо отказываясь от предложенной ему чести, стать царем израильским. Перед нами недочеловек, тиран, личность с полностью разрушенным, изъеденным, изоржавевшим внутренним миром. Он совершает геноцид против собственного народа, он поднимает руку на самое святое, подвергает гонениям элиту своей нации, свет народа, священников. Весь город написано. И не только мужи, носившие Нино и Ефот, их жены и дети, все были истреблены. Все. Это чудовищная трагедия случилась с Израилем по вине их собственного царя. Но Библия говорит, спасся лишь один. Сын Ахимелеха, юноша по имени Авиафар, спасся. Подумайте, убегая из пылающей Номбы, какие звуки слышал Авиафар, какие образы запечатлело его еще хрупкое юношеское сознание, какой степени эмоциональную напряженность вынужден был испытывать он, теряя самое дорогое, что у него было. Современные психологи хорошо понимают и много пишут о том, что личность, переживающая в раннем детстве подобные стрессы, может измениться. И уже в зрелом возрасте человек, переживший в детстве такие потрясения, испытывает их влияние. Это формирует линию, траекторию движения личности на всю оставшуюся жизнь. Отсюда появляются разного рода злодеи, типа известных правителей 20 века, которые устраивали мировые войны и заливали нашу планету реками крови. У Авиафара был шанс, пережив такую душевную травму, превратиться в чудовище. Но этого с ним не случилось. Напротив, дорогие друзья, убегая из рыдающей Номвы, он берет с собой ефот. Так написано в Ветхом Завете. Убегая из Номвы, он берет с собой священническую одежду, ефот. Мы знаем, что все священники в Израиле носили простой льняной ефот. Это одежда, которая служила знаком отличия для священнического рода. Но был особый ефот, имеющий сложное устройство. Он состоял из нескольких одеяний, и на груди этого ефота крепились камни. Наперстник с 12 камнями по числу колен Израилевых. Так вот, первосвященник мог входить во святое святых, совершать нужный ритуал и возносить молитву к Богу, исключительно одев этот ефот. То есть, без ефота священник молиться не мог. Каким-то образом, преодолевая свое страдание, успокоив свою терзаемую душу, помыслом своим, прозревая в будущее своего народа, авиафар берет этот ефот с собой и убегает с ним. Мы знаем, что в ситуации стресса человек всегда хватает самое любимое. Пожар случился, женщина, наверное, шубку любимую прихватит с собой. Мужчина, он более рационально мыслит, возьмет документы, ключи, гаджеты какие-то. Спасаем самое близкое сердцу. А авиафар берет ефот. Послушайте, я хотел бы пригласить в свою церковь его отца Ахимелеха и устроить мастер-класс по воспитанию детей с ним. Хотел бы заглянуть в тайную комнату, в которой Ахимелех, посадив на колени своего сына авиафара, учил его жизни. Он научил его жизни правильно. Друзья, не только утратив там любимый сотовый телефон, понимаете, или оставшись без очередной суммы денег на мелкие расходы, не только потеряв часть здоровья, послушайте, авиафар утратил все, что было. Все, все. На его глазах отец, мать, близкие, сестренки, братишки, все. Это стресс такого уровня, это такая боль, которая должна разорвать его душу на части. Но он имел настолько прочный духовный фундамент, в его жизни был выстроен этот стержень богообщения, что через всю боль он знал о своем назначении, он помнил о главном, и он в руках своих уносил ефод, символизирующий богообщение, символизирующий жизнь, посвященную Всевышнему для служения и веры. Авиафар помнил о своем предназначении. С этим ефодом Авиафар оказывается рядом с Давидом в самую трудную и роковую минуту для будущего царя Израильского. Я не думаю, что Авиафар разразился красивыми высокопарными речами. Я не думаю, что он произнес сложную лекцию о смысле жизни и о путях преодоления страданий, которую Давид должен был выслушать в те минуты. Вряд ли. Да это и не нужно было. Он просто протянул ему ефод. Повернул свою голову и увидев лицо Авиафара, Давид понял все без слов. На его лице он прочитал это послание, которое безмолвно гласило, Давид, я был на твоем месте. Я знаю, что ты чувствуешь. За моей спиной есть нонва. Я действительно утратил своих близких. Твои шансы еще не потеряны. У тебя есть возможность реванша, но я пережил боль. Я пережил расставание со своей семьей. Я вышел из этого кипящего котла, из этого горящей нонвы, из этого ужаса смердящего вышел, и я сохранил себя, душу, веру, не утратил связь с Богом. И вот этот ефод в моих руках протягиваю его тебе и говорю, ты сможешь, Давид, пытайся, дерзай, стремись, сделай это. Давид укрепился надеждой на Господа. И как мы знаем из Библии, он догнал своих обидчиков, и он вернул все, что имел, но помог ему человек с ефодом. Взаимопонимание, которое установилось между Давидом и между Авиафаром, основывалось на схожести жизненного опыта. Определенное время назад в нашей церкви мы начинали служение бездомным людям. Мы его несколько раз пытались начать, и всегда неудачно, не скрою причины, этому является специфика, связанная с этой деятельностью. Дурной запах, много антисанитарии. Кстати, у нас в церкви случилась эпидемия педикулеза среди детей, потому что 20-30 бездомных посещали собрание, и нам это было непросто сделать. Мы кормили их в специальном месте, мы сводили минимуму контакта с церковью. Ну, в общем, служение не сложилось. До тех пор, пока в его главе не встала женщина по имени Рима. Поэтому последователи этого служения у нас в Возбесте в шутку называют римляне. Это не имеет никакой связи с историческим городом в Италии или посланием апостола Павла. Просто сестра Рима смогла раскачать эту работу. А раскачала она ее именно потому, что в прошлом сама бомжевала, употребляла неумеренное количество спиртного. Ее свидетельство это целый триллер. Одного собрания мало, нужно делать сериал. Из петли ее вынимали, продала все, проколола, пропила все имущество и попала к нам в центр реабилитации. Худая, как Кощей бессмертный, невзирая на то, что по природе своей, является весьма тучной женщиной. Закончила реабилитацию, вошла в норму телесную и духовную. Пришла в церковь и говорит, пастор, я мыслю свою жизнь только в одном направлении. Хочу служить таким людям, какой была сама. И начала служить. Человек, она очень эстравагантный, необычный, но мы благословили ее на эту работу. И вы знаете, удалось. И появилось 10, 20, 30, 40 бездомных людей, которые приняли Господа в свое сердце. Их жизнь изменилась. Они восстановили документы, устроились на работу, сняли жилье и стали нормальными членами общества и полноценными христианами. Некоторые из них посещают церковь до сих пор. Радую о нас своим участием в церковной жизни. Ей это удалось, а мне нет. Ну, видите ли, у меня высокие стандарты гигиены и санитарии. Я не готов, как мать Тереза, обниматься с бездомными, пока они еще бездомные. Она могла это делать, а ей удалось. Наверное, потому, что ее жизненный опыт соответствовал жизненному опыту этих людей, друзья мои. Понимаете, в чем дело? Нередко христиане, особенно современные, особенно христиане, сформированные на Западе, в западном богословии, мы культивируем успех в разных его вариантах. Я совершенно не возражаю против успеха собственной жизни, как и в вашей жизни, дорогие братья и сестры, но у этой теологии есть другая сторона, потому что жизнь состоит не только из успеха. Иногда мы считаем, что проповедь Евангелия будет эффективна в том случае, если проповедовать будут люди богатые, состоятельные, материально обеспеченные. Если проповедовать Евангелие будут люди здоровые, со спортивным телосложением, чей внешний вид свидетельствует о нужном количестве витаминов в крови. В организме. Мы считаем, что для успешной проповеди нужно подъехать к объекту проповеди на очень дорогом автомобиле или пригласить человека в достаточно роскошную виллу, и там его сердце откроется для Господа, когда он будет предан созерцанию удивительных картин, развешанных на стенах этого богатого заведения. И, наверное, так оно и есть. И действительно, жизненный успех повышает авторитет проповеди в определенных случаях, но жизнь не состоит исключительно из успеха. Современное общество излишне зациклено на феномене счастья. Это явление или это состояние души мы делаем обязательным атрибутом человеческого бытия. Хотя сами об этом не задумываемся. Почему-то если человек заболел или испытывает душевный дискомфорт, ему сразу рекомендуют посетить психотерапевта. Если избыточный вес наличествует, нужно совершить коррекции фигуры и записаться в фитнес-зал к инструктору под каком-нибудь фиткерсу. И нужно что-то предпринять, если вам не хватает времени отдыхать. Турция, Египет в прошлом, конечно же, к вашим услугам, сейчас побережье Крымского полуострова. Если вы не чувствуете эйфории, напряженно, ежеминутно, с вами что-то не так, вы обязаны быть счастливы, потому что если вы не совсем счастливы, вы как бы не совсем человек. Раньше говорили у нас в стране, человек это звучит гордо, а современная Европа говорит, человек предназначен для счастья. Если он не находится в полете эйфории, ему срочно нужно помочь, потому что он живет же неполноценной жизнью. Если вы не испытываете восторга, если с утра у вас плохое настроение без чашки кофе, вас срочно нужно лечить, вам нужно помогать, потому что вы обязаны быть счастливы. Современное общество культивирует состояние счастья, но в жизни есть и другая сторона. Когда мы путешествуем по городу, мы созерцаем на билбордах, расставленных по краям улиц, людей обычно успешных. Либо достойно одетые мужчины с белоснежной улыбкой, обещающие нам заоблачные дали и райские высоты в случае, если мы отдадим свой голос именно за этого кандидата. Полуодетые женщины с идеальной фигурой, манящие нас в какое-нибудь заведение или салон. Это успешная сторона жизни. То же самое в журналах, телевидение, то же самое. И почему-то я не встречал ни разу в газете или, знаете, в модном журнале. Вот фотографии людей в заключении, утрачивающих свои зубы и печень. Мы редко встречаем на желтых страницах фотографии инвалидов, утративших конечности в автомобильной аварии, женщин одиноких, проплакивающих свои глаза по ночам в подушку. Нет, вот эта часть жизни, она как бы спрятана где-то там за формальной гранью общественного существования. И не только если говорить об обществе, даже вот коснемся нас с вами, почему-то боль, пережитую ранее, мы тоже прячем в дальние уголки своего бессознательного, мы расталкиваем ее в самые отдаленные ячейки памяти, нам неприятно возвращаться к этому. Возьмите свой фотоальбом, наверное, еще есть у кого-то такие бумажные, в основном, конечно, электронные. И как мы формируем фотоальбом личный? Самое лучшее, да? Вот родился, детский сад, праздник, Новый год, со Снегурочкой, с Дедом Морозом, что еще? Закончил с воспитательницей, в школу пошел с толстым букетом, закончил армия, дебельский альбом, свадьба, детишки, лучшее, лучшее, то, что заставляет наслаждение взору. А у кого в фотоальбоме есть машина разбитая, вот, любимый автомобиль, там, без фары, без бампера, никто не фотографировал, а, как красиво, железо, искорежили, нет? Со сломанной ногой в фотоальбоме, кто им, семейным, нет? Нет? Да? Никто не оставляет там фотографии, отражающие последний конфликт с женой, который развелся пять лет назад, брошенный стакан в стенку. Нет? Только лучшее. Так человек устроен. Но, как ни парадоксально, друзья, боль, которую мы пережили в прошлом, которую стараемся забыть, которую стремимся вытеснить из своей жизни, которую по праву считаем чем-то несовершенным, ненужным, мы рассматриваем это как неудачу, как ошибку, как вторжение греховных темных сил в нашу судьбу, мы стараемся избавиться от нее, но и она может стать возможностью для служения людям. Вспоминая беседу с сестрой, которая сейчас водворилась в небесных краях, это жена служителя из одного из городов нашей области, она умерла рано, ей было 38, до этого она долго и тяжело болела, и ее лечили, но недуг был неизлечим. Периодически она находилась в последний год в специальных больницах, где находятся все обреченные люди, и она рассказывает, что пыталась свидетельствовать в палате товарищем по несчастью. Пыталась свидетельствовать, но неудачно, и в палате царила мрачная, тяжелая атмосфера молчания и обреченности. Говорит, даже когда пришла в эту больницу впервые, и как верующий человек, она пыталась держать себя в состоянии оптимизма, но как-то настраивать на лучшее, свое сознание, и шла по коридору, улыбаясь, ее остановил врач и сказал, а почему вы улыбаетесь? Вы должны помнить, что вы умираете. Не надо улыбаться. Наверное, медицинский сотрудник сделал так не потому, что он имел жесткое и черствое сердце. Скорее, это сознательно выбранная тактика. Держать скованными эмоции людей, чтобы избежать разного рода эмоциональных всплесков. И в палате точно так же все были скованы. И она пыталась им свидетельствовать, говорить о возможном исцелении, о победе Господа, о его жертве и о вечном спасении, но все безрезультатно. И сама погрузилась в такое же тяжелое внутреннее состояние. Но потом вдруг она начала говорить соседкам по палате о том, что чувствует. И о том, что чувствует очень плохое. О том, как не хочется уходить из жизни в 38. Как не хочется оставлять сиротами двоих детей. как все происходящее с ней кажется и нелогичным, непонятным, необъяснимым, странным. Как не хочется обрывать полет, когда он только начался, все только сложилось. Вот семья, вот дом, машина, любимое дело, церковь, служение. Она человек с высшим образованием, психолог, вела разные семейные тренинги, в том числе и в церкви. Ей казалось странным все это вот так прервать. и она стала просто делиться своими чувствами с окружающими. Как вдруг, по ее свидетельству, атмосфера в палате моментально изменилась. Она плакала, она открыла свою душу перед всеми, распахнула ее. И женщины открылись тоже. Каждая начала рассказывать о своей судьбе, о своей боли. И они плакали, было много слез. Но обстановка в этой комнате изменилась настолько, что теперь она смогла положить в их сердца семя Евангелия и сказать им о Господе так, чтобы они услышали ее и приняли ее. Ключик, который помог ей открыть их сердца, это не проповедь успеха с позиции достигшего успеха человека. Ключиком стала откровенность о собственной боли. Друзья, даже трагедия, боль, счастье, даже номва, потопленная в крови, тем не менее может стать инструментом в руках добропорядочного христианина, который он может использовать для служения Господу. А номва есть у каждого из нас. Каждый переживал какое-то давление, несчастье, злую атаку людей или темных сил. У каждого в судьбе есть вот эти крутые повороты и столкновения, которые навсегда оставили шрам. Мы стремимся их забыть, и это правильно. Мы стремимся исключить это из своей жизни. Мы стремимся не допустить повторения этих ужасных трагедий в собственной жизни, и это верно. Но с другой стороны, именно этот трагизм и может стать инструментом в твоей руке для другого человека, который сегодня находится на распутье в Секелаге. Для другого обреченного, потерянного, раздавленного жизнью. Человека, который потерял ориентиры, он деморализован, он уничтожен, он действительно лузер, и его жизнь может оборваться на этом рубеже. Но человек из Номвы, взяв руки в Ефот, уже прошедший своего горнила, прошедший огонь и воду и медные трубы, встав рядом с Давидом, может помочь ему совершить самую важную молитву в жизни. Друзья, пусть наша Номва оживет в этом аспекте. Пусть твоя боль, твой трагизм послужит кому-то. Не об этом ли писал апостол Павел? Это второе послание Коринфянам, первая глава. Стихи четвертые и ниже. Утешающие нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, смотрите, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. И далее. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовые, умножаются Христом и утешения наши, скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения. которые совершаются перенесением тех же страданий, какие им мы терпим. В этот период жизни Павел находился в страшном давлении. Ниже он пишет, что он носил в себе приговор и не надеялся остаться в живых. Они чувствовали, что обречены и надеялись только на Бога, способного воскрешать мертвых. То есть домоклов меч висел над головой этого служителя. Но он пишет, Бог нас поддержал, утешил, припаялся силою. И теперь мы можем вам помочь, передавая вам то утешение, которым Бог наделил нас самих. У меня перед глазами четверостише. Кто битым жизнью был, тот большего добьется. Путь соли съевший, выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренне смеется. Кто умирал, тот знает, что живет. Друзья, так создана жизнь. В реальности мы не понимаем людей, переживающих трудности до тех пор, пока сами не окажемся на их месте. Мы способны до конца оценить, что чувствует человек, переживший семейный конфликт. Или переживший банкротство и утративший бизнес. Или подверженный телесным недугам и прикованный к инвалидной коляске. Понять до конца, осознать всю глубину его ситуации, возможно, только оказавшись на его месте. Именно по этой причине Иисус Христос воплотился. Именно по этой причине слово стало плотью. Именно по этой причине Он, небесный Бог, прожил человеческую жизнь, вочеловечился, чтобы чувствовать то, что чувствую я, чтобы понимать мои потребности, нужды, Он прошел этот путь до конца, смирил себя самого до смерти, смерти крестной. Он смирился до уровня раба. Он прошел сквозь Голгофу, сквозь смерть, сквозь ад, был изъязлен, был мучен, был оскорбляем. Зачем? Чтобы тебя и меня понять. Вот с чего начинается христианство. Вот с чего начинается путь служения, друзья, сводчеловечивания. Автор послания к евреям пишет, Он во всем уподобился братьям, во всем, кроме греха. Зачем? Чтобы испытуемым помочь. Иисус это не теоретик, не тот теоретик, который присваивает себе право на экспертное мнение, пальцем не пошевелив в сфере конкретной деятельности. Знаете, сейчас вот модно разные тренинги устраивать и посещать, и самое смешное заключается в том, что чаще всего люди, читающие разные тренинги и семинары, они не сделали бизнеса сами, но зарабатывают на этих тренингах. Это теоретики. Если учиться бизнесу, то не у того, кто преподает, а у того, кто его сделал практически, правильно? Если учиться семейной жизни, то у того, кто построил полноценную, здоровую, гармоничную семью. Это пока у меня не было детей, я считал, что всех могу научить, как их воспитывать. Но когда сами родили несколько, теперь я хочу, чтобы меня научили, как их воспитывать. Понимаете? Это легко утешать людей с физическими дефектами, изъянами здоровья в инвалидных колясках, пока сам бегаешь на двух ногах и машешь двумя руками. Это легко. Но в реальности почувствовать то, что испытывают они, можно исключительно оказавшись на их месте, братья и сестры. Я не призываю нас к тому, чтобы сознательно продвинуться в этом направлении. Нет. Но я говорю о том, что каждый из нас, имеющий опыт Номвы, может востребовать его и использовать ради служения Всевышнему. Ранее нашу церковь посетила одна семейная пара, это служители. Они также занимаются бизнесом, интересные, яркие, опытные и успешные люди. Они приехали в Азбест из столицы. Я повернулся в зал и прочитал в глазах людей налет недоверия. Знаете, легкий оттенок цинизма. Люди мыслились примерно так. Вы стоите перед нами, одеты от каких-то особых кутюрье, успешные люди, дети учатся в частной школе, летайте по всему миру. И нас здесь в Азбесте, нашим провинциальном российском моногороде, нищающем. Вы учите нас жизнь. Учите нас, людей, живущих на пенсию в 8-10 тысяч рублей. С вашими миллионами учите нас жить. И, собственно говоря, скепсис людей был вполне оправдан с моей точки зрения. Они продолжали проповедовать и в конце выступления рассказали о личной трагедии, потому что эта семья потеряла двух детей. Один погиб, эта девочка маленькая, в результате катастрофы, когда они ехали с евангелизацией ночью. Потом родилась вторая. У нее был недостаток здоровья, был больной мозг, она пожила какое-то время, будучи неполноценной, и снова умерла. Я повернулся опять в зал. И в глазах людей стояли слезы. Собрание кончилось, и к ним подходили много людей. Сформировалась очередь. Потому что слушающие в зале христиане осознали, что, невзирая на успех этих людей, на их финансовое благополучие, на их шикарный внешний вид, они в своей жизни пережили что-то глубокое и серьезное, что позволяет им понять других людей. вот этот опыт, который становится основой для взаимопонимания, с естественной точки зрения, его нужно ценить, друзья. Загадку Федора Михайловича Достоевского считают до сих пор неразгаданной. Много пишут книг об этом нашем писателе. Говорят, метафизика преступлений Достоевского, или метафизика философии. И главное, в чем он достиг мастерства, он сумел раскрыть внутреннее состояние преступника, грешника, внутреннее состояние метущейся, бунтующей против Бога души. И в этом он преуспел, в этом он лучший художник из всех в мире, Достоевский. А почему? А потому что он сам прошел этот путь. Вы знаете, по молодости лихачил с декабристами, приговорили, поставили к стенке. И когда солдаты должны были нажать курок, помиловали в последний момент. Парочка из этих декабристов утратили сознание в эти минуты, а в туалет сходили практически все. Это исторический факт. Их отправили на каторгу, он провел там несколько лет. Потом был на ссылке в Сибири. Он жил среди каторжан, в этом обществе, он был погружен в самый низ. И, наверное, он сам что-то совершал, он сам приступал закон. Ну, когда еще там против царя бунтовал. Человек, увидевший ситуацию преступности изнутри, смог описать ее лучше, чем любой другой. Братья и сестры, в наших церквях есть люди, которые пережили разное. Кто-то употреблял психоактивные вещества, не зная спиртное, без меры. Господь спас тебя, дорогой брат. У тебя новая жизнь, новое будущее. Поздравляю с этим. Но не ты ли призвал послужить таким же людям сейчас? Сочувствую всем женщинам, которые потеряли семью. Муж ушел. Это ужасно. Пусть это никогда не повторится. Сочувствую. Но вы сумели сохранить себя. Целостность личности, душу свою, веру сумели сохранить. Кто же, кроме вас, послужит другим женщинам, которые сейчас находятся в столь плачевном состоянии? Кто? Послушайте, ни один эксперт, никто из психологов, консультантов не сможет понять этих бедных женщин так, как вы. Никто. Ситуация с банкротством, это распространенная ситуация сейчас. Невыплаченные кредиты, трудно найти заказы, бизнес снижается, объемы заказов снижаются плохо, банкротство. Ужасно. Мужчины, верующие, помышляют о суициде. Я с этим практически сталкивался. Верующие мужчины помышляют о суициде, потому что, наверное, как Давид, они чувствуют, что не состоялись, что ли. Они чувствуют, что крах жизни, миллионные кредиты, а еще семья, дети. Если вы прошли это и сумели снова подняться и выстоять, кто, кроме вас, поможет другим, которые сейчас в такой ситуации. А ведь каждый человек за пределами в церкви имеет свою боль и свою нужду. Массовая ангелизация. Помните, как это было в 90-х? Много людей приходило к Богу. Время было такое. Культура в обществе была такая. Такой был исторический перелом. Вот так легли исторические пласты. Кончился Советский Союз, наступила Россия, новая. Время сейчас другое. Причем, если говорить о массовых евангелизациях, даже в европейских странах, даже в Соединенных Штатах Америки, это время заканчивается. Это непродуктивно сейчас. Добро пожаловать в иную эпоху, в эпоху всемирной сети и ее глобального господства в жизни конкретного человека. Поэтому инструменты для достижения людей тоже меняются. Но, что я хочу сказать, если мы не можем собрать массовые сообщества, устроить грандиозную, масштабную, многочисленную евангелизацию, это не означает, что современное общество не нуждается в Боге и Его благодати. Это говорит лишь об одном, нам нужно менять инструменты. Братья и сестры, до тех пор, пока у человека есть потребность, до тех пор, пока у человека есть боль, до тех пор, пока у человека есть потрясение в жизни, ему нужен тот, кто сможет его утешить. Ему нужен другой человек, который подставит свое плечо. Ему нужен авиафар, прошедший Номву. Авиафар, который сумел преодолеть барьер смерти, боли и знает, как выйти из этого состояния. Ему нужен проповедник, сумевший сохранить себя. Ему нужен свидетель, исполненный Духом Святым, который сможет коснуться его жизни. Ключ человеческому сердцу это служение в его конкретных нуждах. Не об этом ли сказал Иисус, впервые взявший в синагоге Евангелие, простите, книгу пророка Исаии, текст Ветхого Завета. И он, говорит, прочитал тогда, Дух Божий помазал меня. Что делать? Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, сокрушенным сердцем проповедовать исцеление. Эта же самая миссия возложена на нас с вами, людям за пределами церкви. Нужны не эксперты, людям за пределами церкви, которых вы знаете. Вы не увидите их лица на билбордах, в модных журналах, на экране телевизора, вы не увидите их лица. Они прячут свою боль, они прячут свою нужду. Им нужен неуспешный, богатый, раскидывающий деньгами, белоснежной улыбкой. Им нужен человек, который их поймет. И если ты был на их месте, ты этот человек. Если вы пережили это, вы этот человек. Просто возьмите свой фод и встаньте рядом с ними. У меня два послания к вам, дорогая церковь. Первое, храните свой фод. Храните. Жизнь штука сложная. Не всегда будущее сулит нам улучшение. жизни. Но во что бы то ни стало, как бы ни сложилась судьба, во время взлета и во время падения, идем ли мы холмами или езинами, переживаем эйфорию или боремся с депрессией, храните свой фод. Во что бы то ни стало, это самое дорогое, что у нас есть. Наши отношения с Богом, только они вам помогут в критический момент. И когда фод ваших в руках, когда вы сохранили его, когда вы наслаждаетесь благодатью Всевышнего, вспомните о других людях, которые рядом. Вспомните о других, которые сломанные, которые борются с собой. Вспомните о неудачниках, которые как Давид вот на этом перепутье и встаньте рядом с ними. Это все, что нужно. В Челябинской области однажды наши друзья, это семья служителей, пастор и его жена. Они пережили страшную трагедию, она попала в аварию автомобильную, у нее пострадало лицо. Впоследствии ей сделали три операции, три. Ортопеды и хирурга отказались сделать операцию на лицо, там были сломаны кости, потому что они посчитали, что это невозможно. В Челябинске сделали операцию, в обычной городской больнице, потом еще были пластические операции, вставили пять имплантантов на всю жизнь, и это потребовало денег, мы собирали она переживала чудовищное душевное состояние, чудовищное состояние души, ее вера, конечно же, ломалась, ей было трудно, и, наверное, трудно до сих пор. Но я хочу сказать не об этом, когда это случилось, новости дошли до нас, первая мысль была, первая моя мысль, все бросить, взять деньги и поехать, чтобы просто оказаться рядом, все бросить и поехать. Я не знал, что конкретно нужно сделать, чтобы помочь им, но что-то сделать, чтобы оказаться рядом. Поговорил с людьми и мне посоветовали не делать этого сейчас, потому что возможно это доставит чувство неудобства этой семье и впервые встретился с ними через полгода. И когда разговаривал, оказалось, что помощь им нужна была вот в эти первые дни, очень нужна была. И они говорят, знаешь, Алексей, как ни странно, мы ожидали, что верующие люди откликнутся, что прибегут, помогут, и не обязательно деньги, просто как-то будут рядом, хотя бы за детьми посмотрят, но верующие люди помогали, но не в таком количестве, как они нуждались. И была это обычная больница, лежала она какое-то время в коридоре, потому что все палаты были заняты, и была нужна помощь и детям, и материальные операции стоили довольно дорого, но верующие люди откликнулись неохотно. Я начал думать, почему? Почему так случилось? Я анализировал свое состояние и думал, почему так случилось? И нашел три ответа. Первое. Часто христиане находятся во власти суеверий. Они как-то бессознательно владеют нашими умами. Мы избегаем проблемных людей. Когда нам самим хорошо, мы избегаем проблемных людей из-за суеверия. Мы не хотим, чтобы эти проблемы стали нашими. Мы боимся заразиться. Вдруг это токсично. Вдруг какие-нибудь бесы прорвутся сквозь мою ауру и в чакру, через чакру залезут мою душу. А вдруг это проклятие, оно прилипнет ко мне. Не доведи Господь. У меня, слава Богу, все хорошо и не надо мне чужих проблем. И мы обходим этих людей стороной. Эти механизмы действуют неосознанно, повторяю. Второе. Второе. Мы не знаем, как помочь этим людям. Мы думаем, что ситуация, в которой они оказались, требует большей компетенции, чем та компетенция, которой обладаю я. То есть, а что я могу сказать человеку? Что я пообещаю, что лицо новое появится, не появится? Что я пообещаю, что болеть не будет, всю жизнь будет болеть? Что я могу сказать? Где был Бог, да я не знаю, где он был. И как он на это смотрит? Как подобрать правильные слова для Иова? Те слова, которые в точку попадут. помните, что ни один из собеседников Иова в точку не попал. И люди просто остаются в стороне, боятся навредить. Пусть лучше какой-нибудь там пастор, психолог им послужит. Пусть какой-нибудь специалист этим займется. Но не я. И третья причина. Это обычное равнодушие. Обычное. Мы находимся в скорлупе своей бытовой суеты, в своем мире. Мы сохраняем энергию своей жизни для того, чтобы решить свои проблемы. И нас не всегда затрагивает. Мы привыкли к боли, к чужой. Ее много. Ей насыщено информационное пространство. Наш мир, это война. Везде стреляют, по телевизору стреляют, газеты, все, Сирия, какие-то еще войны. Все, понимаете, мы привыкли к смертям, к боли, мы привыкли, и мы стали бесчувственными. И когда рядом происходит маленькая трагедия, у нас сердце уже атрофировалось, наша душа молчит, мы не реагируем. И это страшно, братья и сестры. Церковь Иисуса Христа не имеет права остаться равнодушной. Если даже нет слов, я действительно не знаю, что сказать, молчи, но молчи рядом. Молчи, как молчал авиафар, но с хифоном в руках. Молчи в молитве, просто встань рядом, чтобы человек ощущал, что ты рядом с ним. Я абсолютно убежден, дорогая церковь, если мы, используя позитивный и негативный опыт собственной жизни, проявим неравнодушие к людям за пределами церкви, скорбящим людям, они будут завтра здесь. Завтра они вместе с тобой придут в этот зал. Они прилипнут ко мне, как к самому единственному источнику благополучия, как к лучику света в их темном мире. Это дашь им шанс познакомиться с Богом. Благослови нас, Господь, братья и сестры, иметь широкие сердца, способные вмещать каждого, такие же, как у Иисуса Христа, который всех нас вместил, который в этот мир пришел именно ради этого, который себя отдал, дав нам пример, чтобы и мы поступали так же. Я хочу молиться вместе с вами, давайте встанем и поговорим с Богом. И пусть Дух Божий укажет вам конкретного человека, укажет на его лицо, на его жизнь, человека, которого вы знаете, для служения которому у вас есть инструмент. Пусть Бог покажет лично вам человека в Секелаге, на которого вы можете повлиять сегодня. А если вы сами в Секелаге, мы будем молиться о вашем укреплении, чтобы и у вас нашелся ваш личный авиафар. Боже наш, мы стоим при тобой с благодарностью и хвалой, и мы благодарим Тебя за то, что путь человеческой боли дорогой страданий, узкой дорогой веры, Ты, Господь Иисус Христос, славный и воскресший, прошел первым. Ты прошел этот путь впереди нас, и Ты пригласил нас следовать за Тобой. Мы благодарим Тебя за пример, явленный в Твоей жизни, в земном служении. Благодарим Тебя за картину боли, которую Ты прожил, и за картины славы, в которую Ты вошел. Благодарим Тебя. Это дает нам силу, это дает нам веру, это дает нам образец, Господи, и мы просим Тебя, укрепи нас, припаяшь нас силую, и когда мы переживаем давление, трудность, когда мы теряем самое дорогое для нас, когда мы теряем себя, дай силы устоять, дай силы не согнуться, не сдаться, не отступить, дай силы сохранить приверженность Тебе, Слову Твоему, сохранить Тебя в своем сердце, Боже, пусть не помутнеет взор, Господи, пусть душа не умрет, но пусть сердца наши живут для Тебя всегда, пусть в руках наших остается Ефод Твой, Господи. Я молюсь Тебя современной церкви, о наших общинах, я молюсь Тебя всех верующих Тебя среди нас, и прошу, и нам дай стать посланием для этого мира, научи нас видеть Давида, находящегося на перепутье, прийти в его сикелак с Ефодом и укрепить его во имя Иисуса Христа. Не для этого ли Ты дал нам Духа Святого, не для этого ли помазал нас, чтобы собрать на Твой брачный пир, находящихся при дороге, находящихся на перепутье, под забором, Господи, пусть это помазание оживет нашей церковной жизни, в персональном христианстве каждого из нас, пусть оживет эта миссия, о чем я молюсь Тебе, Господь, пусть она живет в моей жизни во имя Иисуса Христа, пусть Ефод будет деятельным в наших руках, Господь, пусть Тоболь, которую мы пережили, те несчастья, которые удручали нас, послужат еще кому-то, и пусть из зла возникнет победа над злом во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты дал нам все потребное для жизни и благочестия, Тебе да будет слава, Тебе да будет благодарность, пусть в наших собраниях, в церквях наших, в семьях наших, в сердцах наших всегда остается место для человека страждущего, для человека ищущего, для мучающегося грешника, во имя Иисуса Христа мы молились, аминь, я хочу обратиться к людям в нашем зале, в нашем собрании, которые еще не знают Господа, не примирились с Ним, вы первый или второй раз в церкви, вы не отдали свою душу Ему, свое сердце Ему, обращаясь к вам, уверяю вас, Он понимает вас, больше любого человека, Он сочувствует вам, Бог недалекий, безликий, холодный, запредельный, нет, Он пришел в этот мир, в самое средоточие зла, Он испил всю чашу боли до конца, Он зашел на Голговский крест, чтобы с Него прокричать твою жизнь о понимании, о сострадании и о утешении, которое Он может даровать тебе, Он заинтересован тебе, Он ищет тебя, и Он может благословить тебя и изменить твою жизнь. Если в нашем собрании есть человек, который сегодня, сейчас, желает посвятить Богу свою жизнь и встретиться с Ним, поднимите, пожалуйста, руку в знак вашего согласия и вашей нужды. Если человек в нашем собрании, который желает прочитать впервые молитву покаяния перед Богом, поднимите руку, если вы есть. Вы есть. Мы можем помолиться за вас. Вы. Это не будет излишне, если я приглашу вас вперед к алтарю. Пройдите, пожалуйста, пройдите, пожалуйста, сюда. Если можно, подойдите, подойдите, подойдите. Вы должны быть, вы должны быть уверены в одном, в одном, что Бог близок. В Евангелии написано, что Он одного человека, который впервые приходит к Нему, встречает с огромной радостью, более. Он ликует об одном кающемся более, нежели о всех небесных ангелов. Я помогу вам помолиться. Закройте глаза и повторите эту молитву со мной. Мой небесный Отец, я иду к тебе с молитвой покаяния. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась. Я хочу, чтобы в моей жизни появилось Твое благословение. Я прошу Тебя стать моим Господом и моим Спасителем. Бог, я нуждаюсь в Тебе, в Твоем благословении, в Твоем руководстве, в Твоем утешении. Я прошу Тебя, прости мои грехи. Я прошу Тебя, Иисус Христос, войди в мое сердце. Я покоряюсь Тебе. Я жизнь свою отдаю Тебе, Господь. И да будет Тебе вечная слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»